Ну да ладно, я надеюсь, что первый матч у нас сегодня разбудит. С вами, дорогие друзья, вам приятного просмотра. Norda Wind Budapest 5. И это у нас 42-ое место мирового рейтинга против 65-ого. Да и даже на самом деле, если убрать все эти цифры, которые зачастую бывают эфемерными, мы, я думаю, прекрасно все понимаем, что Norda Wind в этом матче фавориты как ни крути. Но у нас ножевой раунд на карте Day Mirage, посредством которого решится, кто за кустер начнет. Ну вот знаешь, Budapest 5, это же Саламандр бывший. И, соответственно, эти ребята из Саламандра, они очень круто отыгрывают. Вот они в течение этого турнира, на котором у нас принимают участие HomeSweetHome, нашли себе организацию, да, то есть вот организация из Венгрии подписала их. А теперь ребятушки зэпочку получают. На секундочку. Я думаю, что вот первые матчи, они вот совсем не хотят там проигрывать в ноль или как-то упасть в грязь лицом. Я вообще, знаешь, сделаю предикт на сегодняшнюю нашу с тобой смену. То есть у нас с тобой два BO1 и одно BO3. Значит, слушай, скриньте. Первая BO1. Total больше. Вторая BO1. Total меньше. И третья, Best of 3, которая будет. Complexity закрывают любую из этих команд 2-0. И сейчас 8 часов вечера в Москве. Итак, дорогие друзья, второй Best of 1 закончен на сегодня. Технические трудности нас покинули. Мы готовы продолжать смотреть матч в Complexity. Ну. Нормально. Не, просто я помню, как предыдущий матч у тебя заканчивались. Какие там задержки были у Сигрита, не ошибаюсь. Да, да, да. С Hard Legion. Да, у Сигрит со всеми. Со всеми командами были проблемы. Я не знаю, что там, как. Но в любом случае у нас на этой неделе три новые команды. Ну, как три новые. Будапешт Five, если они считаются. То есть это как организация новая. Также у нас присоединяются к нам North. И у нас еще есть команда под названием OG. Поэтому будет интересно, как сегодня вообще у нас тут сложится. Ну, это неделя, как у нас сложится. У нас пока Nordwind. А в атаке Будапешт Five защищаются. Ну и неторопливый пистолетный. Так, ну посмотрим. Пока два игрока под Б-дом, либо по Underpass. Да, восьмой и седьмой номер спускаются, кроме Нхары. Бомба на топ-миде от девятого номера. И сейчас контролит поджим на телек, на центр. Но пока довольно демократично защита сейчас окопалась в своей защите. Ну и два-три. Это у нас флэша плюс Кулио. Играет опорниками базы Б. Один окно, ну и два А на самом деле. Максимально классическая расстановка сил у команды Будапешт Five. Ну и давайте смотреть, что венгеры придумают здесь. Что-то так медленно, слушай, Nordwind. Вообще. Очень медленно. Прямо как это утро. Да, у нас вообще обычно пистолетки такие динамичные, быстрые. Побежали, разменялись, перестреляли там друг друга. Все. Раунд выиграли. А тут так медленно. 35 секунд сейчас уже будет буквально оставаться у команды. Nordwind начинает потихонечку. Первые контакты спустя минута 20 только. Но в любом случае Торси замечает трех игроков. Сразу дает информацию, что Кулио. Флэши. У вас тут, ребят, Флэши делает минус потенский. Отличный перевод на апарт. Кулио также отрабатывает с буста. Флэш смещается чуть дальше. Кулио еще один минус с буста. Начало очень-очень неплохое для команды Будапешт Five. Остается последний игрок. Это НАТО. Но и тут для него, скорее всего, понятное дело, да, ничего не светит. Как-то сложно ему было. Ну, простой раунд для Будапешт Five. Мне кажется, лучше надо было как-то поагрессивнее его сыграть. Нордовинт. Ну, ладно. В любом случае, у них была задумка на этот раунд на пистолет. Они хотели более тактикульно его отыграть. Громов, покажешь, Кефчики, чего там вообще наши друзья из паримач думают? Наши друзья из паримач думают, что это 1,5 на команду Нордовинт и 2,48 на команду Будапешт Five. Ну, так, в принципе, ок. Наверное, именно если мы берем временной отрезок во всю карту, да, не только пистолетку. Один-то дело, что пистолетки сейчас в фаворе команды из Венгрии. Но мы с вами понимаем, что вот нужно дойти до первой оружейки. И тогда уже можно хоть как-то судить, да, о готовности команд сегодня к этому матчу. Ну, экономически, экономически, причем полный, без единого гастомного пистолета от команды Нордовинт. И вот первым от флеша уже. Но здесь просто поле для фарма парней из Венгрии. Поэтому здесь рассчитывать на что-то мы с вами не будем. У меня, Леша, по-моему, немного в тайминг, я с тобой не попадаю, да, у меня минут 13-12. Да, у тебя обновиться попробуй, потому что у меня побыстрее. Я на подплеере сижу. Кори на втором хоме. Кори делает минус, Кори еще один. Торси тут пытается поймать. Тенский, который бегает влево-вправо, но по итогу все-таки поймал. Перестрелял. Кроман единственный, кто сделал минус. Ничего такого страшного не произошло для Будапешт 5. Четыре девайса все-таки засейвили. Основные девайсы засейвили. Семь, шесть, пять, четыре, три, два. Но это странно даже как-то. Ну ладно, я пойду попробую. А попробуй влц запустить и второй хом. Если что, там через стоп. Пять, четыре. Пять, четыре. А попробуй другие фиды. Не второй, например, а пул. Потому что у меня сорок. Как-то отстаешь, отстаешь. Что-то там у тебя интернет в мэтышах плохо, роба. Ну, ничего страшного. А может интернет вообще не проснулся. Ну да, тут факты, факты. Ладно, у нас тут первый закуп от Nordwind. И у Nordwind, соответственно, 5 АК-47. Пока без каких-либо там снайперских девайсов и вот этого прочего. Сейчас пока, кстати, не очень понятно, кто у нас будет отыгрывать. Либо ИЧС, либо НАТО САФИКС. Потому что у НАТО в последнее время как-то САФИКС не идет. Не знаю, вот на каких-то картах берет, на каких-то не берет. Хотя НАТО раньше был, ну, фулл снайпером по игре. Сейчас как-то вот он решил больше на Rifle Gun пересесть. Но, опять же, будем смотреть, кто у нас сегодня будет тем самым снайпером. У нас пока по разменам один в один. Кори на размене отлично потенциально отыгрывает. Кулио на приемке. Кулио очень долго живет. Еще и Кроман оставляет красным, но 3 в 3. Ну, слушай, все равно размены пока полностью устраивает. О, еще и бомбу убивает у нас игрок Саппартов. И вот теперь Бодит, и не в тайминг приходит для команды Nordwind. И НАТО САФИКС. И что с командой Nordwind? Первая оружейка, и пока она не особо задается. Но НАТО против Кори один в один. У Кори есть киты, в случае чего он идет зигзага. И НАТО пока что не обладает информацией по самому оппоненту. И вот этот смок, по сути-то, и палит весь движ для НАТО, что Кори понимает, он не знает, откуда придет соперник. Он фейкует бомбы, Кори летит зигзага. И вот Кори сейчас понимает, что это фейк. Смок бомбы, и все-таки НАТО переигрывает своего оппонента. Хотя Кори на самом деле мог бы и, знаешь, максимально тихо разыграть этот момент. Там много еще одного фейка дождаться. Нет, там уже фейка не оставалось, там уже 8 секунд было. Я думаю, там бы не фейковал. Забавно, что вот первый килл, который сейчас от НАТО показали, такое ощущение, что пули вообще полетели куда-то. Куда-то в небо просто полетели пули. А все равно попало в голову. Неплохо, красава, красава НАТО. Но только про него говорили, и вот он сразу же отличился клачем. И вот теперь уже Budapest 5, понятное дело, проблему. По экономике вынуждены они закупить только не дефолтные пистолеты, то не для всех у Бодита остается юз, по остальным в принципе все. Более или менее. Ну, опять же, в плане того, более или менее, хоть какие-то не дефолтные пистолганы. Ну что, тут выход быстрый под Б-базу. Здесь уже кулио перекрывают. Да, вот уже такая агрессивная игра. Кром он крутится, вертится, как Юла просто. Но по итогу закрыл пока только одного и остальные игроки со стороны. Би-эф. Наверное, Би-эф будет проще их называть, нежели чем Budapest 5. Или Б-эф. Ты там, не знаю, называй их там как угодно. Да? Не важно вообще. Тут классная граната, кстати, прилетела. Еще и Тенский тут формирует неплохо тогда. Ой, как хорошо для него. Сколько уже? Минус 3. Хорошо. И первого, и второго. Еще и гранаточка сработала. Кори последний. И закрыть никого не получится. Да. Все. 2-2. Начало максимально близкое. Называй их венгер-милев. Нормально. Ну что, дорогие друзья, поехали. Раунд под номером 5. Это вторая оружейка для двух команд. Ну вот. Две снайперские винтовки в защите от Орзи и Флэши. Возможно, сейчас повлияют на ход раунда. Ну а Норда Винда пока играет. Но сомнительным баймом. Два маг-десятых. Галил два клаша. Ну и агрессия на центр. Сразу же от Ауга плюс снайперская винтовка. Понимает Будапешта, что Норда Винд максимально круто играет в центре. И вот его желательно, конечно, выбить бы. И не позволить сопернику засплитить Зиг тот же самый в перспективе. То, что уже делала команда Норда Винд. Бадди, это первый минус Патенский. Вот это уже неприятно. Да, погиб не самый топовый девайс, но погибает уже и второй девайс. Это Хары. Да, там будут деньги в случае проигрыша в этом раунде от команды Норда Винд. Но факт остается фактом, что Норды могут просто экономику банально даже не выбить у венгров. А в защите это, ну, фатально будет. Торзи минус по ИЧСу еще. И в итоге Кроменсната остаются вдвоем. Пока вообще даже ХП ни одного не снесли, не сломали команде из Венгрии. Сейчас Торзи будет еще один минус. О, нет, не будет. Все-таки мистайминг для него. Тут кто-то... Так, вот, конечно, мистайминг это прям жесткий. Тут кто-то в чате нам написал по поводу того, как можно здесь, типа, ставить на Будаперт 5. Это там Тер-10 коллектив. И здесь на Норда Винд полторашка, типа Кэфф сладкий. На самом деле, вот, знаете, мы комментим уже, как мы говорили до этого, 7 недель этот турнир. Мы за Саламандр очень много и очень часто наблюдали. И я не могу сказать, что это ребята, там, Тер-10, да. Это вот такой хороший 100%, хороший Тер-3 100%, переходящий иногда в такие вот Тер-2 коллективы. Ну, то есть, они могут воевать с Тер-2 коллективами. Поэтому, если в БО-1, они вполне себе могут затащить. Они могут затащить по стрельбе, они точно не хуже. Ну, точно не хуже. Там включаются некоторые игроки так жестко, что смотришь и думаешь, ничего себе. Вы стреляете, поэтому... Смотри, что происходит на второй оружейке. Тут просто аннигиляция команды Норд Винд. Уже 3 в 2. Пацаны решили сделать быструю А, но и к этому моменту были готовы. Игроки команды Будапешт 5. И два игрока сейчас понимают, что как бы бомбу ставить крайне опасно, потому что информации по коннектору нет. Ой-ой-ой, тайминг. Ну, это прям жесть. Ну, бомбу хотя бы успел поставить на то. Но 1 в 3 разыграть будет крайне проблематично, потому что из коннектора, из джангла, из КТ сейчас просто будут его нашивать по одному. Да, так оно и случилось. 4-2 для команды защиты. В принципе, ничего критичного пока нет для команды Норд Винд. Соперник сильный. Я в коре, на самом деле, не согласен со многими зрителями, которые говорят, что это Тер-10 команда там и так далее. По факту, да, это далеко не Тер-1, не Тер-2, ну, Тер-3. Вряд ли их тоже можно назвать полноценными. Но команда действительно неплохая по стрельбе, со своими идеями, да, вот не всегда хорошей реализацией. Но извините, меня сейчас многие команды этим делом грешат. Ничего страшного. Стартовый отрезок карты они свои забрали. Это уже неплохо. А, возможно, даже и победят здесь, конечно, шансы этого не особо больших. Кром, он уже пал у нас в самоках тут с ним. Разобрались. Но тут же, тут так же не должно быть вообще, в принципе, проблем. Только вот Торси, да, погибнет. Скорее всего, перестреляли его. Там кулек, кстати, просел. Это уже интересно. Но вроде как, да. Не должны тут особо больше никого напрягать. Единственное, что за кулио зацепиться можно попробовать. Но Гарри последний и тут, скорее всего, да, его перестреляют. Бодита этот сделал килл и 5-2. Начало очень хорошее. Но, опять же, опять же, норды в атаке найдут свою пятерку, шестерку. Нажрет такая плотная заруба, как мне кажется, на этом мираже. Ну, я до этого говорил, что это будет тотал больше в этом противостоянии. Почему-то мне кажется, вот, что так и должно произойти. И сложно сказать, реально сложно сказать, кто здесь выиграет. Потому что я видел пару матчей от Норда Винт. Ну, казалось бы, против слабых коллективов. Они заливали страшно. Флешка классная. Ой, классная флешка, но под нее вроде как и вылезли два игрока. И вроде как ослеплен. Ну, куда ж ты? Куда ж вы отворачиваетесь-то? Вот так вот вдвоем просто неаккуратно сыграли. И сейчас закрыл и первого, и второго. И по итогу свое большинство потеряли. Буду бежать 5. Да, но 3 в 4 играбельно. Вопрос в том, что если команда Нордов выйдет по точку А, то там только один опорник. Да, снайперская винтовка. Да, он может потянуть время. Но если по каким-то сценариям этот игрок на тикете сейчас будет погибать, то это будет очень плохо. Но он дает минус. Дает информацию, что игроки массово заходят на кон. Флешка хорошая. Прилетает, блайндит сразу двух игроков на этой позиции. А здесь еще из джангла Торзи приходит. А если бомба от ИЧС еще погибнет на джангле, это будет прям тотальный провал от команды Норда Винт. За 4 в 3 было уже 3 в 2 меньше 100 для них. Попытку установить бомбу под Зиг... Ай-яй-яй-яй-яй. Не решился с Зигзага поиграть Кулио. А если бы сделал стрейф чуть пошире, убил бы бомб Керри команду Нордов. Ой, как по стрельбе плохо пошло у Тенски. Но дальше все-таки скоординировал свою стрельбу и закрыл флеши. Но Торзи и Кулио вдвоем против Тенски ИЧСа. Есть два смока, есть два молика, есть киты. Слушай, ну здесь по гранатам и правда очень хорошо чувствует себя команда Будапешт. Вопрос в том, как они ими распорядятся. Да, и тут с одной позиции два игрока будут по идее со стороны Нордовин защищаться. Одного-то, например, можно перестрелять. А, да, понял. Ну, одного перестреляли, да, но ИЧС в этом раунде очень хорош. Он закрыл четверых. Да, Авика не успел, правда, добежать. Но в любом случае третий для Нордовин. Присутствует. Да, друзья, не забывайте, конечно же, про наших коллег из Паримач, что они предлагают 100% бонус к первому депозиту. Ссылка находится в описании. Огромный баннер, переходите по нему. И знакомьтесь с сайтом parimatch.ru, если вы там еще не были. Знакомьтесь со всеми акциями и бонусами, которые наши друзья предлагают. Продолжаем. Девятый раунд. В этом девятом раунде у Будапешт 5 есть бай. Но если проиграют этот, то Нордовин могут спокойно уже выходить на 5-5. Ну, опять же, теряют Харом на старте этого раунда команду Нордовин. Причем в очередной раз у Хара, к сожалению, пока игра вообще не идет. Вот кого-кого, а вот практически всегда мы Хара отмечаем со знаком плюс. Но сегодня у парня прям игра не идет от слова совсем. 2-1-8. Максимально отрицательный КД. Кимпакта тоже не успевает нести, потому что, как правило, погибает первая своя команда. Кстати, вот от Торзи сейчас был очень близко по коннектору, но все еще нет. Все еще. Паданий нету. И вот с ковров Тенске спалился. Вообще, вообще вот этот выпад от Тенске полностью дал карт-бланш команде Будапешт 5 быть уверенным в том, что это выход на точку А. Ну и кроме закрывать все-таки Торзи. А вот тут на таком тайминге Бадиты не ожидали. Еще Кори здесь приходит с ямы. Это ловушка. Это ловушка для команды Нордовин. Тенске вместе с НАТО вдвоем. Сейчас еще и Молик на Ниндзя прилетит. Божечки, мой тут еще второй Молик лежит под ногами у игрока команды Будапешт 5. С ямы минус от Кори. Ну все, НАТО здесь в тисках. Да, один минус он дает. Может быть, второй? Нет. Все-таки Кули его перестреливает, забирает снайперская винтовка. Ты, Молик, все хорошо. И бомбу не успеют оставить команду Нордовин, поэтому по деньгам будут огромные проблемы. Кто-то пишет, блин, я не знал, до матча закинул, так почему они название эмблему сменили? Друзья, если вы уж грешите таким делом, как пари, ставочки и так далее, вы будьте добры разбираться в том, что вы делаете и на что вы ставите. Потому что, ну как бы, если подходить к этому, то подходить серьезно. Чекайте, проверяйте ХЛТВ, тут у нас чистый пистолет не должен сейчас закончиться, без особых проблем. Да, Кори фармит, Кори будет забирать всех. Ну там Бадита подключился, минус 4. Так вот, вы хотя бы посмотрите, вы хотя бы на ХЛТВ зайдите, вы хотя бы посмотрите, кто за Будапешт 5 играет. Вы обязательно увидите всех тех самых людей. Мне кажется, если Кулио увидеть, его вообще можно не ошибиться, за какую команду он играл, где он играл. Он такой парень у нас запоминающийся. Поэтому всегда проверяйте. ХЛТВ.орг перед матчем зашли, посмотрели, кто такие Будапешт 5, посмотрели, сколько у них там матчей, сколько игр. И сразу бы все увидели, сразу бы разобрались. Обязательно проверяйте информацию, она должна быть всегда у вас достоверной. Просто так с горяча не рубите. А, что там за ноунеймы? Будапешт 5? О, Нордовинт. Только я Нордовинт знаю, они сейчас этих Изи разберут. Вот вам, пожалуйста, Изи разбирают. Пока 7-3. Да, и сайтик у команды есть такой простенький. А что там по кайфам громочь? А я показывал, ладно, покажу еще раз. От наших друзей с прематча. 2.48 на команду Нордовинт, 1.5 на команду Будапешт 5. Поменялось все, да? Да. А, чуть было, изменились они 2 раунда назад на сторону команды Нордовинт. Сейчас обратно вайпнулись, поэтому дела обстоят для команды Нордовинт несколько не кстати. Ну, посмотрим первый минус от Кори по Кромену. Ну, как же неаккуратно действует команда Нордовинт на старте этого раунда. Торзи минус по Тенске. НАТО уже у нас на Тетрисе. И по нему вроде как информации нет. Бодит и смотрит яму. А под флешку вот так вот распикнули. Неплохо. Ну и H.S. с дилейм приходит на яму, когда уже практически вся команда легла. И просит прощения у команды Будапешт 5 за врыв на их позиции. И Харе. Харе. Все-таки про Шилторзи минус 1 снайперская винтовка. Ну, кстати, мы обращаем внимание на то, что у команды из Венгрии практически всегда, когда есть деньги на полноценную оружейку, они юзают 2 авиа в защите. Это одна из немногих команд, которые мейнят подобный образ игры, потому что 2 ВП это крайне ситуационная вещь. Ну, а вот этим товарищу юзают ее с довольно такой завидной активностью. Ну, посмотрим, что придумают сейчас. Харе вдвоем, но H.S. уже ничего. Ну, и Харе последний. Бомба также под присмотром команды Будапешт 5. Есть минус от Харе, но по коврам инфы нет. А там еще и джангла придется сейчас товарищ флеши. Ну, и вот товарищ с ковров должен выйти. Выйти и не дать позволить установить бомбу. 8-3, первая половина за командой Будапешт, но снова экономически, скорее всего, 9-й. Хотя с теком можно вылететь на бей, попытаться раунд забрать. Теки, да, опасное такое оружие. Не стоит его недооценивать. Теки, да. Теки, да. Теки, да. По 250-й вот так вот 5 ХЕ-шек взяли. И 5 ХЕ-шек что, на мидл в окно куда-нибудь прокинуть? Так, полетели они уже. Тут еще и Кори. Бадита. Да, все-таки ХЕ-шечка одна есть. Но тут дальше, по-моему, по разменам не пойдет. Бадита очень агрессивна. Там, скорее всего, сейчас нет информации? Нет. Вот теперь уже есть информация, но тут... Ну, слишком агрессивно. Бадита мог спокойно стоять, перезаряжать свою АК, потом открываться с коннектора. Но вот эта вот агрессия, она сейчас... Ну, за это могут наказать. Флэша. ХЕ-шек отрабатывает. Сейчас в шарту еще будет ждать игрока. Не попадает. Ну, зумчик. Айти не попадает. Ну, да. Перестреляли его по итогу. И 2 в 2. Вот вам, пожалуйста, агрессия. Приняли бы спокойно, без какой-либо вот лишней агрессии. Какие-то появились... Хорош торсы. Какие-то появились там глаки. Вот это вот все. Тенский, кстати говоря, читается? Не читается? Читается. 9-3. Но... Знаешь, что самое интересное? Что... Не важно, кто выиграет этот матч. Потому что дальше выиграет команда комплекс. Да я же говорю. Там 2-0. Они же выиграли 6-ой недели, да? Да-да. Комплекс у нас, получается, уже выиграли 3. 3, да-да-да. У Бигов 2. Бигов 2. Одна у Героек. И 3 у Комплекс. Слушай, ну, для пацанов изи-фармбабок, на самом деле. При том, что я так подозреваю, нам сказали, ну, было написано у нас на Рухабе, что будет еще какой-то плей-офф по итогу всех недель на 8-ой неделе играться. И вот мне интересно, а если 2 недели забрали одна команда, 3 недели другая, то... Какой плей-офф? Да, каким образом? Из 3-х команд. Вот можешь почитать, вот новость на Рухабе последняя. Там как-то странно, может, я что-то не понял, но... Там, где анонс матчей наших, там почему-то еще какой-то плей-офф написали. Хотя, может, я как-то неправильно понял, но... Ну ладно, с этим моментом разберемся. Тут у Нордов 5 АК 47-ых. Про скидки все есть, что нужно. Заняли центр, не особо активно дрались. В этот раз за эту позицию команда на Будапешт 5. Но мы с вами видим, что бомбы также на центре. Вопрос в том, куда пойдут далее. Потому что смок пока в окне... Под окном, точнее, был промах, по-моему, смока был. Есть информация о Торзе о том, что снова очень много игрок по коннекторам. Но это вылазка под позицию Аплентай. Уже здесь Кори должен находить свои минуса. Но Кромен, прежде чем, выходил на своего оппонента. Есть размен от Бадита и Торзе. Размен от Тенске 3 в 3. Ну и дальше. Флэш и Кулеву Бадита. Есть минус по ИЧСу. Кевин Тарн погибает. И Джеспер Тенске хорош. Есть минус по головам, но 2 в 2 все равно. Есть еще один минус Апкулев. Божечки, ну как же хорошо. Команда поддержит 5 в защите. Это правда, на самом деле, радует глаз. Но, возможно, Харис Хаджич закроет этот раунд. Нет, Флэш и не ошибаются. Слушай, ну там по деньгам, конечно, в защите тоже уже максимально круто. У трех игроков. Поэтому. Потому что интересно, что Флэш и... Раньше был тренером команды Саламандр, как я понимаю. И он... Там они одного игрока вроде бы убрали. И Флэш и пришел с поста тренера. И неплохо так вливается. Неплохо так перестреливает. Ну, я еще посмотрел на него, думаю, молодой какой-то для тренера, на самом деле. Ему бы еще играть и играть. Ну, вот посмотрим теперь. Насчет играть и играть. В любом случае здесь 10-3. Пока без особых проблем. Это Саламандр, да. Их подписала организация. Они не переименовались, их подписала организация из Венгрии. Флэши на приемке. Может забирать как минимум одного, если сейчас откроется. Если... Да, здорово. Куда ты? Куда вы смотрите? Что вы делаете? Что вы делаете? У вас Челл стоит в упоре. Куда? Кого? Куда? Ребята, если вы так выходите под Б базу, можно выходить сразу из игры. Нет, капитан сказал, выходим. Не обращать внимание на препятствия. Ну ладно, возможно, все-таки четвертый-то заберут. Потому что НАТО закрывает Торзи на кухне. Еще второго закрывает. Это минус кори. Ну и Бадит один в три. По нему информация и есть. Это четверка для команды Нордовинд. Ну это жесть. Это жесть. Это рванина чистой воды. Потому что, ну, так отдавать. Даже вот эти два фрага. Вот он выстреливает. Второй. Три. Куда? Гарри? Куда? Гарри? Ты в какую игру играешь, братан? Что это было? Знаешь, это уже не Гарри, это Хэри из этого, из Спанчбоба. Это улитка такая. А, да, да. Ползает. Ну прям реально бред. Ладно, последний раунд первую половину, но то, что увидели, дорогие друзья, это, конечно, поражает. Ну ничего. Ну ничего. Проснуться, возможно, после этого раунда команда Нордовинд. Выход на тушку, основа под флешки работает. Бодита, Бодита погибает. Ну и в итоге 5 в 4. Кори в упоре с Эмки будет стараться аннигилировать выходящего с ковров. Там уже, кстати, в дефолте как минимум один игрок, который здесь минус по Харе неплохо сыгран. Но погибает в дефолте Кромен. Также уже 3 в 4, 3 в 3. А Тенский размен по флешу голова занимается. Тенский минус по Кори. Ой-ой-ой. Это последний Кулев остается с Фамасом. И 22 хп всего лишь. Поэтому я думаю, что все-таки пятерка-то Нордовинд будет. Да. Ну как-то проснулись под конец хотя бы что-то. Потому что до этого это прям страшно смотреть было. На Нордовинд. И опять же тот раунд, который предыдущий с выходом под Б. То, что они его забрали, мне кажется, тоже часть везения в каком-то моменте есть. Нам просто большее количество времени показывали именно снайпера под Б апартами. Потому что это было интересно. Но там в это время, вывалившись под Б базу, игроки киллы делали. Ладно. 10-5. Вот как я говорил, 5-6 раундов. И возможно Нордовинд этого хватит. Но опять же, не стоит забывать, что Будаперт 5 тоже в атаке отыгрывают неплохо. У них идет сейчас по стрельбе. У них есть Кори, который настрелял уже в 18 фрагов. Там пока фраг-лидер это Кроман 11 на 13. Но сейчас смена сторон, сейчас они будут за защиту. Сейчас уже посмотрим. Таким образом они будут защищаться. Дорогие друзья, ну а пока у нас есть минутка лирического отступления. Настоятельно рекомендую подписывайтесь на инстаграм Алексея Пчелкина. На мой инстаграм подписывайтесь. Там с завидной активностью выходят различные посты, фотографии, костюмы пчелы и прочее. Поэтому подписывайтесь. Сейчас я вам ссылочку скину. Давно уже ничего не было, кстати, в инстаграме у меня. Самоизоляция, понимаешь? Не, ну кстати, даже на самоизоляции я понял, что можно делать какой-то контент в том же инстаграме. Но это, знаешь, это лень. Всегда есть что найти. Всегда заанонсить даже тот же стрим можно. Не, ну это да. Но анонсить это понятно. Это понятно. Да, можно. Но вот как-то из дома что-то уже не хочется ничего фотографировать. Хочется уже выйти и вот пофотографировать где-нибудь аутсайд. На студию, например, да? У нас, возможно, скоро появится студийный контент. Да, 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 да. Это будет хорошо. Потому что я на самом деле соскучился очень сильно по студийным эфирам. Да ладно? Да. Что ты там рассказываешь-то? Да нет, на самом деле правда, потому что дома уже... Да, соскучился ты больше не по всему этому, а просто по касту со мной из студии. Ты так и говори людям, а то ты морочишь. Я по касту с Крэгги соскучился, а не с тобой. А, все понял, извиняюсь. Извиняюсь. Сегодня мы с тобой идем ахараты и валоранты. Как говорится, куда я лезу? Куда я лезу? Блин, я тут на самом деле пересматривал с пацанами на стриме вчера нарезку, как играет команда HardPlay. В действительность, ну типа, how really plays Hard Legion там и так далее на турнирах. И там вот эти нарезки с Зонером. Боже, это такой кайф на самом деле. Просто когда ты вспоминаешь эти эмоции. Куда лезь? Домой, это наша игра. Дайте мне пакеты. Я ее сейчас вынесу. Это, конечно, прям жесть. Это очень круто. Дорогие друзья, если хотите что-то новое узнать о команде Budapest 5, есть у них сайт bp5.org. Знаете, вот как bp5.org. Можете зайти посмотреть, там новости какие-то есть, игроки, матчи, ивенты. Там вроде не только в кайсе став у них, нет? Или только в кайсе? По-моему, где-то еще есть. Не-не-не, еще есть. Я на самом деле единственное, что не нашел, какие составы у них еще есть. Но, по-моему, кстати, сайт несколько устаревшим выглядит. А, да? Значит, это твиттере надо ловить, наверное. Ну, твиттере. Твиттере, по-моему, я что-то такое видел. Они в стремарку подписали. Ой, точнее, состав подписали. У нас проблемы какие-то. Ну, вот вроде вот сейчас уже стартует вторая половина. Это мы увидели надпись сейчас. Значит, через две минутки примерно начнутся. Там были проблемы. Не понял с чем, но со стороны команды Нордовинд. Вроде сейчас все уже пофиксили. И сейчас уже будем потихонечку влетать на вторую пистолетку. И уже с второй пистолетки посмотрим, как у нас тут дела пойдут. Первая у нас за Будапешт 5. Но вот потом, сами видели, 10-3 был счет. Если бы на какие-то 12 выходили Будапешт, это было бы совсем неприлично, конечно. А так хотя бы интрига какая-никакая все-таки в этом матче сохраняется. И это хорошо. Я вот комментиал на днях буквально матч команды Комплексити против команды Гамбит Янгстерс. И вот хотел сказать, что команды Комплексити, вот свой пик, помню, в Мираж они отдали Гамбитам. Отдали была карта Вертига. Это был уже выбор, соответственно, нашей команды. Но насколько же круто, я вот просто хотел отметить, товарищ Blame импрувится, я не знаю, изо дня в день. Он на трех картах из трех сыграл в какой-то сумасшедший КД+. Да, он очень хорошо играет. И очень круто конфиг также в стабильности прибавляет постепенно. Это тоже, конечно же, заставляет радоваться за этого игрока. Потому что судьба у этого игрока, на самом деле, максимально непростая с точки зрения его, так скажем, имени внутри. Так скажем, да, это киберспортивные тусовки. Потому что известен конфиг как довольно-таки скандальная личность, которая любит подебоширить, поскандалить. В том плане, что он имеет свое какое-то огромное эго. Ну, мягко говоря, честное свое. И не всегда он вписывался в те или иные команды. Ну, честно говоря, я думаю, вы прекрасно меня поймете. Вот у каждого, наверное, из вас есть друг, который играет лучше вас в раз в 10. И он немножечко такой ЧСВ. Ну, типа скилл он, конечно, давит в любом случае. Ну, а здесь Батита пытался давить базу Бену. Кстати, на первом тайминге прочекал Б дом и моментально упадет. И сейчас дает первую информацию уже, что за коннектор он ответственен. И дает первый минус. Дает первый минус. Но, кстати, там еще один игрок в итоге сбыл просочиться. Кромен дает информацию по яме. Там два игрока на КТ-1 под коврами. Ну, и вот пока что пистолет, ну, почти уходит за команду Нордвин. Хотя еще 3 в 4. Пока 3 в 4. И, ой-ой-ой, Кори. Раз. Там вот Кромен. Он вообще в курсе, что у него типа в спине убили? Такое ощущение, что нет. Потому что его тоже убили. Там еще... А, вот так вот вы играете. Ну, тада, нормально. Тада, нормально. 1 в 5. Там, кстати говоря... Сейчас пауза будет. И на то сафикс написал. Ребята, извините, мне солнце в глаза попадает через окно. Поэтому сейчас дайте паузу. Давайте подождем, пока оно опустится. Да, сейчас паузу, пожалуйста, возьмите. Потому что мне солнце прямо в глаза светит. Ребята, помогите. Помогите. Ну, сейчас эти шторки закрою там, блин. Жалюзи. Почему ты такой акцент сделал? Жалюзи. 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 Ты знаешь, как имя какой-то француженки? Да, да, да. Жалюзи. Я, кстати, никогда об этом не задумывался. Это же французское, наверное, какое-то слово. Жалюзи. Вообще правильно, жалюзи. Да, я понимаю. Но, типа... Но ситуация вынуждалась сказать, что жалюзи. Да, жалюзи. Многие еще коверкали это слово по-разному. А насчет, откуда оно пошло? Жалюзи, не жалюзи. Нет, жалюзи, вот жалюзи прямо из России. А жалюзи, вот это уже вопрос. Откуда оно пошло? Ладно. Полетели, смотрим дальше. У нас тут пока вроде как без особых проблем. 12-й. 12-й раунд, 12-5. Будапешт 5 занимает, а базу. А здесь у нас Нордовин сейчас гуськом, гуськом аккуратно. Скорее всего сейчас найдут, да, бадиты должны перестрелять. Нет? Да, да, перестреляли. Забирают первого. Кори здесь с Калашом посложнее против него, но... В любом случае там ИЧС еще Торси забрал 3 в 3. Но, понятное дело, что этот раунд проиграют. Но девайсы выбить и забрать, это будет прям замечательно. Так, ну что? Ну здесь в любом случае 12-й раунд. И вы молодцы, вы прошли проверку. Правильно, жалюзи. Я вас забайтил. А, понял. Правильно, жалюзи видишь, я был прав. Да не-не-не-не-не-не. Ну, типа, на самом деле, да, жалюзи. Я был прав. Да ладно, комментатор, ты просто реально не знал, что жалюзи... Жалюзи. Вот иди и уйчи. Все. А что там у нас? Жалюзи французское, я не понял. Какое? Слово французское. Все, хорошо. Это... Они сидели во Франции, и он говорил своей жене. Жанет. Закрой, где мои жалюзи? Жанет, закрой жалюзи, пожалуйста. И все, и Жанет. А не, у них последний слог, но, согласно, я особо никогда не читаю. Жене, жалюзи, где... Француз. Ладно, давайте. 12-5. Будапешт 5 пока без особых проблем. Но сейчас полноценный бай от Норда Винт. И давайте смотреть за этим баем, как больно-то! От флеша по-тенски залетело, но Тенски все-таки перестреливает. Так, ну что? Выход, выход есть. Ну, какой выход из ситуации для команды Норда Винт? Пока что ситуация 3-2. Меньшинство было для команды Будапешт. Пайфа тут на головах погибает. Еще и Чес, да ладно! И еще и минус 5-ки. А парни, а что? Почему Кори не убили? Почему Кори не убили? По нему чел в спину стрелял. Ну, Гарри, на тебя вся надежда. Первый есть. Туда флешечку. Под КТ Кори стоит, 9 хп имеет. А у Гарри... А у Гарри... Да, все-таки... Все-таки все работает. Так. Что он там сделал? Ничего не сделал. Все, говорит. Беги. Ну, поискал гранат. Возможно, есть там. Какое-то подобрать. Ну, это да. Это шестой раунд для команды Норда Винт, но потеря 4-х девайсов. Ну, сложно. Сложно было. Притом, что там оставались же еще девайсы не основные. У нас даже коэффициенты пропали. Да ладно. Ну, вы не забывайте, друзья, что наши друзья из Parimatch предлагают 100% бонус к первому депозиту на сайте parimatch.ru. И также не забывайте про удобное приложение на ваше мобильное устройство. Не важно, что у вас. iOS, Android. Скачивайте, пользуйтесь, как говорится. Удобно, мобильно. И если ты скачал, то ты красавчик. Стильный. Спасибо. Самый модный. Молодежный. Да-да-да, деревня. Кстати, плюс кто с деревни? Вот я с деревни. Лех, ты с деревни? С деревни. Ну, я из Казахстана, из Астаны. Нет, ты с деревни. Аккуратнее, Гроф. Нет, Казахстан. Казахи тебя найдут. И чест! Вот ты это дал. Это было жестко. Это было сильно. И ситуация 4 в 2 уже нет для команды Budapest 5. Тенский минус Зигзага Бабадзита. Ну и Кулео последний. По нему также информация известна. 26 хп. А там уже и Хара в спине. Дорогие друзья, 12-7. И там вроде как экономический раунд. Выход на восьмерку для команды Нордовин. Так что... Тоси-боси. Завозим камбэк. Тоси-боси, жалюзи. У нас начинается все вот это. Причем утренняя поплава мы начинаем перебирать слова и какие-то комбинаты. Это только первое было один поплава. Жене, жене, жалюзи. Громов, не надо это делать. Ты понимаешь, сейчас вот какой-то мамкин твит... Выходите по дому сливаться, значит можно, да? То есть восьмерка, все. По сути-то и... Камбэчная от команды Нордовин. Причем ни одного девайса, судя по всему, этого раза не потеряет. Бандит, конечно, попытается просочиться под бэп, поставить бомбу, но... Там на страже порядка дяди Хары. Да, у него 15 хп, два патрона с глота и все. Но там еще и тэнский, да. Тэнский и Хары не пустили на базу бэп бандита, ну и... Кого-кого? Бандита, Лёв. Бандита? Бандита. А-а-а, бандита. 21-й, поехали. Я знаю французский, прекратите коверкать язык. Мискюзи. Мискюзи. Это с Евротура, что ли? Да. Мискюзи, мискюзи. Мискюзи, мой френд. А-а-а, легче ехать с тобой в один туннель. Да, мы там уже были. Ладно, 21-й раунд. Продолжаем, друзья. У нас здесь есть фуллбай от Будапешт 5, 5 АК 47-х плюс. Небольшая раскидка. И по итогу тут, кстати, поджимчик-то хороший. Бандита этот поджимчик не читает никаким образом. Хотя, вроде как, смотрел, но сложновато. Сложновато было законтрить все это дело. И по итогу ситуация 5-4 для Нордовинд. Ну и на ААА пока же тяжеловато выйти. Все-таки три опорника. Никого пока не смогли забрать. Команда Будапешт 5, поэтому... А вот теперь интересно. А вот теперь интересно. На ковры никто не смотрел. Да, потому что с Астерес вообще никого не было. Там один игрок под ямой. Это НАТО. И два игрока были с дефолта. А вот, кстати, НАТО не читает за НАТО. Минус два, минус третий должен быть туда жив. Как же хорошо сыграл этот парень. И по яме дал информацию. Еще и котлету закидывает туда. Ну и все, это котлет залетает прямо на лицо. Ну и вот так вот. 12-9. 12-9. Комбэк из Рил. Слушай, ну... Предсказания по тоталу близки, как никогда. Это не может не радовать. Я должен был, надо сказать, с более уверенным голосом. Типа, лягчайший. Не, ну знаешь, когда комплексы будут закрывать 2-0 кого-то из этих... Какую-то из этих команд, вот тогда можно будет так сказать. Так, эйс от НАТО. Простите. Эйс от НАТО был? Эйс от НАТО был. А мы пропустили, понял? Ну, хорошо. Я тебя осуждаю. Я тебя осуждаю. Я тебя осуждаю за то, что не заметил раньше. Хотя мы похвалили. Ты старше, ты мудрее, но ты не заметил это. Хотя мы похвалили. Мы похвалили НАТО. Это факт. Но да, эйс не заметили, простите. Тут сейчас от Будапешт 5 ничего. По сути, разве что вот этот скаут мог там что-то сделать. Но нет, бодит последний и этот 10-й. Слишком просто начали Нордовин как-то раунды забирать. И Будапешт 5 в защите, хотел я сказать, в атаке. Сейчас. Смотрится как-то, ну, неуклюже, что ли. Нет какого-то плана. Такое ощущение, что нет плана на атаку. Вот бывает иногда хорошо открывается под базой А тот же Кори. Тот же Кори, например. Но как-то продолжить, закрепить все это они не могут, к сожалению. А выходов под Б. Ну вот мидл, кстати говоря, не занимают, да? То есть, ну, если ты на мираже не занимаешь мидл, то это ГГВП. На мираже нужно занимать мидл. Без мида делать на мираже вообще нечего. 10-12. Пчелки, не перегружай микро, фонить начинает. Да что ж такое. На что ты перегружаешь? Ну, сейчас я потешу. Ну, зачем ты? На что ты душишь это? Да все я сделал потешу. Красавчик. Так, 23-й раунд. Снова закупка снайперской винтовкой Торзи. 4К47-х. Ну и в ОВП. А точнее, в защите ОВП от НАТО Сафикс. Ну и, кстати, по деньгам-то он Ардувина. Смотри, какая ситуация интересная получается. Максимальный комфортный счет. Точнее, денежный счет. И на следующий раунд. Ну а Торзи. Бдительность была проявлена в этом раунде. Закрыл их АРН. На. Позиция андерпасса. Вот-вот прилетает от Тенске в дым и пободит. Очень жаль, что, кстати, в этом клинтфиде нет уведомлений, да, что это через смоки было. Мелочь, но приятно. Было бы от Кори минус по Тенске. И ЧАЭС. Первого закрыл Кори, разменял. Ну и НАТО Сафикс. Очень мало ХП-13. Если дает промах, по сути, ему уже не дадут отсюда уйти. НАТО играет очень агрессивно сейчас, но ситуацию вынуждает. Да, он погибает в итоге с гранаты. Ну и со спины, товарищ Кромен. Один в три. Неужели первый раунд для команды? Потому что вот с таком полноценным оружием сейчас. Ну, главное не отдаться, соответственно, один в три. Потому что мы видывали и не такое. Кромен, аккуратно. Раз. Два. А третий. Подъедет или нет? 18 на 17 статистика у Кромена. Да, там Кори настрелял уже 31 на 16 на секундочку. 31 фраг. Ну что, кто сильнее? Нет, все-таки флеша. Ну тут, понятное дело, позиционочка у Кромена была никакая в этом моменте. Тебя, кстати, назвали Домиником Торетто. А, меня, да, это я уже... Это не первый раз, да? Да, уже частенько говорят, что я озвучил Доминика Торетто. Смотрел фильм «Сплит»? Нет, кстати, личности. По личности, да? Да, 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 да. Обалденный фильм. Там про все. Посмотри обязательно. Это очень классный фильм, очень классный актер. И поэтому мне часто в последнее время на стриме говорят, неважно, что под капотом, главное, ты за рулем. Чтобы я сказал эту фразу. Главное, чтобы ты купил себе этот кулончик. Я не буду говорить это слово, потому что это восприятие правильно. Этот кулончик с цепочкой. Да, и фуфайку себе возьми, эту белую алкашку. А мустан? И помню, Леш, пока на карете поездишь. А, ну ладно, хорошо, да. Ладно, 13-10, смотрим. Ну, 24-й раунд, и правда, КТБшки, 26-5 мы практически прошли. 25-5 мы пробили. Но пробьет ли команда Nordwind? 26-5 сейчас, если заберет этот раунд, то, конечно же, да. Но в случае поражения у них, кстати, по деньгам будет проблему. Будут отпускать команду Будапешт 5, вероятно, на 15-й. Либо у них будет вариант зафорсить на все имеющиеся средства и попытаться там с 14-10 вывести на 14-11, имея не самые надежные и импактовое оружие. Но пока очень медленный раунд, 47-я секунда. Это выход на точку А будет. Команда Будапешт 5, 1 выйдет Скобров, 2 яма, 2 центр. Зигзага нет, стартовая информация у команды Nordwind пошел поджим в Б-дом. И вот теперь седьмой номер, говорит парни, готовьтесь к точке А, потому что вообще под Б-домом даже близко никого нет. Там стариспы вот идут, седьмой номер, это Хары. Ну и готовится приемка от команды Nordwind. Открываем на С-1 минус по Боди, это неплохо по Кулеву залетает урон. Минус Кулевые флэши, размят Кори, от Кори минус 2. Раскрыл эту точку А просто как преступление. Ну и в итоге теперь 15 секунд, а там с ямы, а там с ямы. Здравствуйте, здравствуйте, товарищ, говорит Хары. Ну и 10 секунд, это 11 раунд для команды Nordwind. Слушай, как Кори постоянно пытается промутиться под этой базой А, он находит постоянно там киллы. Каким образом он это делает, я не понимаю. То открывается в тайминг, то каким-то образом из-за смока действует, из-за бокса. Как-то вот тут умудряется он эти киллы находить. 33 на 17, близко вообще к нему никого нет. Еще, чтобы вы понимали, никто из остальных 9 игроков даже 20-ки не набил. У Кори уже 33, друзья. Ну это какой-то монстр просто этот Кори. Именно сегодня, именно на Мираже. И пытается, пытается. Будет обидно, если команда его проиграет с такой статистикой. Но опять же, опять же, как сказал один Великий, хочешь побеждать, настреливай 40. А кто это вы сказали? А вот я не помню, кстати, кто это сказал. Но это в Твиттере кто-то... И правда Великий. Нет, кто-то точно, либо из тренеров, либо из тренеров, либо из киберспортсменов. Не помню. Вот так что, кто-то вот помню прям про 40. Если бы ты сказал Папич, я бы понял, что кто-то очень Великий, как бы Алексей. Пиши, у всех Великий как бы свои. Не поли-кайфы, это спойлер. А спойлеры, как известно, нехорошие люди. Дружище, у нас есть обязательства. От нас ничего не зависит. Знаешь, как называют людей, которые не выполняют свои обязательства? Да, знаешь, где они находятся? Нигде, правильно. Поэтому лучше выполнять обязательства и кушать хлебушек, чем не выполнять обязательства и не кушать хлебушек. И пить водичку. И пить водичку, да. Поэтому, дружище, нам обязательства нужно выполнять. Если мы обязательства и кэфчики показывать не будем, нам сделают увольняшечки и ататашечки. И сделать мы ничего не сможем. И не увидите вас больше с Громовым никогда. И кэфы вам будут показывать уже другие. Поэтому выбирайте. Либо мы классные с Громовым, либо другие и такие же кэфы. Спасибо, 13-11 Это было неплохо Ладно, выход на точку Б Все-таки будет от команды Будапешт По гранатам там все ок, есть флешки Которые помогут выйти им на эту позицию Ну и все, врыв начинается И начинается аннигиляция Оттенский, Харес машина еще минус по Кулеу Минус по Кори Это Торзи размин, кстати, с нами скомендовал, куда я играл в этом раунде Она уже реализовала себя, в принципе, в двух моментах Третий, Торзи Да, если бы еще и НАТО закрыл Я бы просто расплакал, как маленькая девочка Потому что это было реально круто Но нет, но нет, 13-12 Кстати, да, поздравляю тех, у кого был тотал 26,5 Да, уже и 26,5 Тут уже все тоталы пробиты, да Задержка с опозданием тоже сложно Потому что и мы Мы же тоже не видим раундов Они же меня, мы даже не видим так еще Понимаете? Игра уже, мы с двухминутной задержки видим игру Мы тоже не можем задержки показывать Если бы все так просто было, друзья Мы, понятное дело, не спойлерили вам Но мы тоже в такой же ситуации, как и вы И нам надо нажать на эту кнопку Надо Нажми на кнопку Ну-ка, на кнопочку нажми-ка Что там у нас? Нажми А я сразу нажму Подожди НАТО, на приемке Нет, НАТО, промах Пока нету кайфов Хорошо, ждем Кори Да, Кори закрыли Кори убили, значит все Рейдбосс пройден И можно пытаться раунд забрать По итогу пока 5 в 4 Ну, Бадди-то очень красный 10 хп у него И ребята из БТП Уходят Ну, здесь еще и Хар, возможно, не будет прочитана от Флэша Оформилка, как известно, делала коварная Но Флэш Виктор Бэа Выходит на Бэа Ну и Хар Сочно Хорошо Минус 2 И плюс 1200 долларов Ну и в итоге 2 в 3 А вот теперь Флэша включается в борьбу Флэш Хорош Ну и НАТО вместе с Кроменом на кухне Флэша Между окон пока не прячется А от НАТО не спрячешься Ну и в итоге Торзи 1 в 2 Может потащит Ну, скорее всего, нет Тут еще НАТО и Девайс успел свапнуть И Савика убил И Сэмки убил Говорит, с чего хотите Перестреляют 13-13 Ты Смешариков озвучивал? Или я что-то не знаю Это тебе сказали, когда ты про девочку закричал Нет Да Ты Смешариков озвучивал И Смешариков А при чем девочка? Ну, голос такой сделал тоненький Как будто А там была одна девочка, да, в Смешариках? Нюша, наверное Не говори, что не знаешь Нюша Более того, как критизировал Наверное, Нюша Скорее всего Не забывай меня Музыка, счастье 26 раундов позади И вообще, Громов сказали Вы же понимаете, что Если бы не было других трансляций Что вас двоих с вашими комментариями Не смотрело бы больше 200 человек Поэтому Прими, пожалуйста, информацию к сведению А это не пропустил модератор его сообщения Но ты в любом случае Мы заметили Имей в виду Да Мы имеем в виду И, конечно, да Мы Монополисты в этом деле Вот, поэтому Завладели всем И сейчас Только мы И только нас могут смотреть Ладно Давайте дальше 13-13 27 раунд Максимально близко Будаперт 5 в атаке Проблема Явно То есть Три раунда только взяли Они И уже Восьмеркой в защите Нордовинт отличились Спасибо, Фрут Так, ну что Команда Нордовинт Комбэк уже состоялся Как ни крути Вопрос в том Теперь Ведущий До Логического завершения Ну или Возможно Будапешт Фай В концовке Этого матча Включится Пока Два раунда Есть на стороне Атаки Но, конкретно говоря Этого мало Занимает Немного Центр Не торопясь Ну и 2-1-2 Классическая Разновка Сила от команды Нордовинт Тенский на зигзаге Готов принимать Выпыт от своего оппонента Правда Пока мы с вами Видим по миникарте Да, что на зиг Даже пока не планируется Вылазка от команды Из Венгрии Планируется 3-2 Сплит на точку А Два игрока Ямы И там же будет бомба Продлевается смог И Кромин слышал Прекрасно своего оппонента И вот Атенский с первым Минус И уже выходит Наскорий на позицию А Видит игрока на Д30 А тут приходит ЭйЧС Такой джангл Добрый вечер Чего палим И в итоге Минус 2 Торзи Есть минус 3 Уже от команды Будапешт 5 Размен не следует От НАТО Сафикс Попадает Бадзито Но Ситуация 2-3 Меньшество Для команды Нордовинт Торзи И Бадзито Просто аннигилировали Полностью Всю эту карту И 4 Смотри на экономику У Нордовинта Денег нет Друзья И это Грусть-печаль Сейчас тайм-аут Соответственно Потому что Денег Просто нет Они если Выигрывали раунды То постоянно Теряли бойцов Постоянно Делали раздропы Постоянно Какие-то Экономические Трудности Их Преследовали И стоило Ошибиться Один раз И за это Они соответственно Были наказаны Будапешт 5 имеет все шансы Выйти на 15 Только проблема в том Что Нордовинт При последнем Своем закупе Который будет Кстати А сейчас что они будут Они будут в 0 закупаться Потому что Лос-бонусы-то нет Денег Не накинет много Они должны закупиться В 0 на все Что есть И попытаться раунд забрать Да Ну и вот такой Бай будет примерно На следующий раунд Если они проиграют Поэтому Команда Нордовинт Ай-яй-яй Близок Близок Провал На карте Домираж Ну а команда Будапешт 5 Пока что переигрывает Сво оппонент Поджим на ковры А Есть уже по Кромину Минус По НАТО Минус Ну и все Точка На одном игроке Прямо сейчас Это Кевин Тарн На зигзаге погибает Тенски Пацаны идут в поджимы Ну это в принципе верно Это в принципе верно Тем более Они ни разу не поджимали Ковры А В этом матче Поэтому Это вполне могло бы быть И не прочитано Это реально имело место быть Но в итоге Хары остается последний 1 в 5 Ну и дорогие друзья По моему это 15 Ну по крайней мере Опять в 0 Что не может не радовать Команду Будапешт 5 Потому что опять же Если бы теряли тоже бойцов Тоже бы делали раздроп И вот это вот все Потом Могло быть все у нас тут Закончится интересно Хотя еще и может Но вот Проблема по баю У Нордовинт И только лишь Вот эти вот деглы В количестве 5 штук Хотя только Тоже нельзя применить К деглам Потому что деглы Это не только Это деглы Деглы которые могут Жестко перестреливать Кого угодно Тенски сейчас возьмет Посчитает голову на меду Опа Полетел первый Сюда Горит золотого карпа Оформил Оформил Все И уже опять 4 Понимаете ситуация какая Повторите свои прогнозы пожалуйста Первая карта Тотал больше Вторая карта Тотал меньше И третья Бо3 В комплекте Закрывают Любую из этих Команд Которые у нас будут Против них За счетом 2-0 Ну а в это время У нас команда Будапешт 5 Готовится выходить Под точку А Кроме с дефолта Ната под коврами Ой Залетает Кори по голове Неприятно Ну что же Выход с ковров Второй уже Бадзито Два игрока на яме Также минус откули Пананто с Апексу Пытается из-за фаербокса Нэнски поработать Два минуса Однима уже с дегла В этом раунде Попытается закрыть Третьего на Кулеу На бдительности Хорошо И пока что Два в одного уже Хары Один в один Против Кулеу Это победа Дорогие друзья Команда Будапешт 5 16-13 Ну слушай Интригу подарили Нордвинт Они вернулись Они вернулись В этот матч Но Довести дело До логического Завершения Так и не смогли К сожалению Субтитры сделал DimaTorzok